В Нейнском округе действительно пока что очень мало. И 15 декабря состоялись общественные слушания по проекту ОВОЗ, но в ходе этих слушаний, к сожалению, не удалось получить всех ответов на вопросы. Тем не менее, руководство компании Росхим пошло на встречу с журналистом и пригласили меня и моего коллегу, корреспондента телеканала «Россия-1» Нарьин Мара Олега Сахарова в свой центральный офис в город Москву. Сегодня мы будем беседовать с генеральным директором общества с ограниченной ответственностью Росхим Алексеем Вертягином. Алексей Сергеевич, добрый день. Добрый день. Благодарим, что пригласили нас, потому что для жителей нашего региона тема действительно очень животрепещущая. И очень надеемся, что получим сегодня ответы на все наши вопросы честно и без утайки. Я готов. Спасибо, что нашли время приехать. Действительно, я думаю, что мы сейчас поговорим и попробуем развеять мифы и ответить на большинство вопросов. Позвольте тогда начать. Можете рассказать, что за компания Росхим, как давно она появилась и как вы давно возглавили эту компанию? Есть ли у вас опыт вообще работы в данной сфере? Начну по порядку. Компания Росхим – это холдинговая компания. В нее входят дочерние общества «Росхимгаз», «СН Инвест» и «Евросевернефть». Это как раз две последние компании, которые являются держателями лицензии по разработке месторождений. Компания относительно молодая. Ей пять лет. Ну, относительно молодая история вообще формирования, создания бизнеса. Но хочу отметить, что мы за эти пять лет прошли достаточно интенсивный, насыщенный путь по подготовке, по изучению и месторождений, и, соответственно, производства метанола и других химических продуктов. Если о себе, я в отрасли 13 лет всю свою, скажем так, профессиональную деятельность провел в нефтегазохимической отрасли, в блоке капитальных вложений и инвестиционных проектов. Какие проекты компания планирует реализовать в НАУ и почему выбран именно Ненецкий округ? Ну, наверное, с последнего начну ответ. Почему в НАУ? Потому что месторождения, которые были открыты в далеком 1974 году, они находятся в Ненецком автономном округе. Это Кумжинска и Коровинска, повторюсь. Запасы, которые на сегодняшний момент освоены и подтверждены, в частности, комиссия по запасам Роснедра подтвердила в этом году, те достаточно приличные запасы, которые сегодня есть. Это дает нам основания двигаться по проекту именно с точки зрения его монетизации. Возвращаясь к теме, что такое проект. Это вертикально интегрированный комплексный проект. От бурения, добычи, обустройства месторождения, строительства завода по подготовке и очистке газа, само производство метанола и отгрузка метанола через морской отгрузочный терминал. Вот, если кратко, то такой у нас достаточно большой масштабный проект. Реализация проекта возможна по нескольким конфигурациям. Первое – это только разработка месторождения. Второе – это и разработка месторождения, и строительство завода. Что приобретет Ненецкий округ при реализации каждого из вариантов? Ну, как я уже сказал, мы год изучаем различные конфигурации, ищем оптимальные решения. Наверное, важно отметить, что та базовая конфигурация, которая сегодня нами обсуждается, которую мы презентовали во время поездки в Ненецкий округ, она не первая. Самое первое было месторождение, газопровод 290 километров и строительство завода по переработке газа и производству метанола, и морской отгрузочный терминал в районе Мыса Большой Румяничный, это в районе поселка Индига. Но мы от нее отказались, потому что она неэффективна. То есть, понесенные затраты капитальные не позволяют обеспечить эффективность данного проекта. Вторая конфигурация, когда завод по переработке и производству метанола в поселке Красном, далее метанолопровод, также длиной 290 километров, и морской отгрузочный терминал в поселке Большой Румяничный. И тоже мы данную конфигурацию пока запарковали по тем же причинам, что и первую. Сегодня базовая конфигурация, месторождение, завод в поселке Красном и морской слэш речной отгрузочный терминал на реке Печора. Вот эту базовую конфигурацию мы сегодня изучаем. Как альтернативный вариант, это традиционная добыча, транспортировка по газопроводу и сдача газа, продажа газа в газотранспортную систему «Газпрома» и строительство завода где-то в другом регионе. Там либо на Урале, либо в Северо-Западе, либо в Центральной России. Но это, еще раз повторюсь, альтернативный. Мы нацелены сегодня все-таки двигаться по базовому сценарию. Какие могут быть сложности? Ну, я думаю, в первую очередь нам нужно оценить все технологические аспекты. Мы должны оценить экологические риски. И, безусловно, в стратегии компании это не пустые слова. Есть стратегия, которая, если коротко, тремя словами можно. Это безопасность, это экологичность и это эффективность. Вот это сегодня ложится полностью в стратегию развития компании, и мы двигаемся с этим проектом в данной конфигурации. Но, еще раз повторюсь, решение пока не принято. То есть, нет пока никакого решения принципиального, что завод вообще будет в Ненецком округе. Я правильно поняла? Для того, чтобы акционеры смогли принять финальное инвестиционное решение по конфигурациям, я еще раз говорю, нам надо ответить на большое количество вопросов. В первую очередь, проект должен быть обеспечен сырьем. Сырье, естественно, с месторождений Кумжинского и в будущем Коровинского. Поэтому мы и вышли на общественное слушание с обсуждением именно первой, самой важной части сырьевой, обсуждения с общественностью. Мы получили действительно конструктивные предложения, мы их, безусловно, все приняли в работу. Но об этом я чуть позже подробнее расскажу. И второе, нам нужна инфраструктура. Нам для строительства такого масштабного проекта, нам необходим порт, нам необходимо круглогодичное сообщение транспортное. То есть, эти вопросы мы тоже сейчас изучаем и, надеемся, ответим на них в ближайшее время. По нашему графику, который утвержден Советом директоров, мы планируем эту работу завершить к лету 2022 года. А какую социальную нагрузку будет нести предприятие? Социальная ответственность бизнеса, она заключается не только в том, что будут налоги. Нужно построить объект, который гармонично встроится, впишется в инфраструктуру, в инфраструктуру территории. Это очень важно соблюсти вот эти балансы. Балансы и по транспорту, балансы и по экологии, балансы по интересам, балансы между практически всеми слоями населения, слоями, всеми уровнями власти. Ну вот как-то так. Бизнес действительно предусматривает большую часть налогов. В случае, если мы будем реализовывать базовый проект, большую часть налогов останется в Ненинском округе. В первом случае, когда будет только добыча и транспортировка, останется налог на имущество. А имущества при обустройстве месторождения его немного. Поэтому уровень этих налогов будет не очень велик. А в то же время, когда будет глубокая переработка, во-первых, будет создано около тысячи рабочих мест. И при этом будет создано еще косвенно порядка четырех тысяч рабочих мест. Ну давайте, наверное, это такой длинный на самом деле вопрос, сложный, да, социально ответственность. Во всем, во всем, я бы так сказал. Начиная от обязательств и заканчивая созданием действительно безопасных, комфортных рабочих мест. Алексей Сергеевич, вот вы сейчас, отвечая на вопрос про то, будет ли завод строиться в Ненинском округе, и упомянули общественные слушания, которые проходили 15 декабря. Я присутствовала на этих слушаниях, и вот часть, наверное, большая часть замечаний, как раз-таки, в том числе и от экологов, была высказана в том ключе, что проект не может рассматриваться по отдельности. Ну, то есть отдельно строительство завода, отдельно строительство скважин, отдельно строительство городка. И что нужно это рассматривать все вкупе. Как вот вы считаете, так ли это? Ну, я об этом уже кратко упомянул, что для того, чтобы проект состоялся, да, нужно вот в первую очередь обеспечить его сырьем. Поэтому мы, и это нормальная практика, мы вышли как раз именно с проектом бурения. Что это нам дает? Это дает нам подтверждение, что те решения технические, экологические, которые заложены, они соответствуют, они принимаются. И тогда, ответив на первый вопрос обеспечения сырьем, нам нужно ответить на второй вопрос. Это обеспечение инфраструктурой. Мы планируем до выноса на общественное слушание по комплексу, по газохимическому комплексу, мы выйдем с двумя небольшими проектами. Это строительство подъездной дороги круглогодичной и морской отгрученный терминал. Почему это важно? Потому что без этих составляющих невозможно приступить к реализации такого масштабного проекта. Поэтому, когда мы будем рассматривать газохимический комплекс, естественно, мы будем информировать общественность в целом о проекте. Но сейчас для принятия решения по проекту в целом нам необходимо, и это абсолютно нормальная практика, пройти вот эти общественные слушания. Наверное, принцип, который мы действительно сейчас придерживаемся, и я считаю, что это единственный правильный путь, это открытость, это диалог, это площадка, где можно обменяться мнениями, ответить на вопросы. Сегодня очень много... Ну, вообще, вся основная масса людей, которые вступают в какие-то дискуссии, сегодня они у нас осели в социальных сетях. Ну, мы как журналисты, естественно, мониторим, что там пишут, и вот много очень постов, либо просто комментариев под обсуждениями о том, что месторождение необходимо осваивать, и что если его не осваивать, то будет какой-то взрыв. Вот можете об этом рассказать? Потому что мне, например, ну, я журналист, я в этом плане дилетант, я не эколог, не геодезист, не геолог, и вот, ну, конечно, эти сообщения, они вводят немножечко в такое состояние паники, потому что я начинаю думать, как это в моем доме может произойти взрыв. Вот здесь где собака зарит, и почему пишет про то, что может рвануть? По поводу взрыва, вы знаете, наверняка, не хуже меня, что месторождения были открыты в 1974 году. В 1980 году произошел неконтролируемый выброс газоконденсатной смеси под высоким давлением, и, ну, по сути дела, это авария. Вот, но, наверное, проблема в том, что не могли потушить этот пожар, да, вот эту техногенную, не знаю, там, катастрофу не нравится, слово, наверное, действительно инцидент, шесть с половиной лет. Очень много выгорело газа, в результате скважину приняли решение заглушить, вот, но при этом давление внутрипластовое, да, то, что вот под землей, да, оно никуда не делось. Вот, и поэтому, когда мы приобретали лицензии по этим двум месторождениям, мы, безусловно, изучали вот эту историю. Мы понимаем, что и это мнение не только наше, но и мнение экспертных организаций, и, собственно, мы с этим проектом и пришли. Мнение сходится в одном, что нужно разрабатывать месторождение. Разрабатывая месторождение, мы решаем проблему снижения давления в пласту, и это, таким образом, снижает вероятность возникновения повторного неконтролируемого выброса. Поэтому, будет ли повторный? Если не будем разрабатывать, наверное, вероятность выше, чем если будем разрабатывать. Но с соблюдением, естественно, всех экологических, технологических норм ограничений. Тем не менее, вот, жители Ненецкого округа боятся, что если начнут разрабатывать месторождение, все равно может рвануть. Последствия вот этих эхо 80-х, 90-х, может ли это произойти? И вообще, изучали ли ваши специалисты радиационную обстановку на территории Комжинского месторождения? Есть ли там вообще какая-то опасность заражения радиоактивного? В 2021 году мы, в соответствии с лицензионными обязательствами, провели большое количество исследований. У нас постоянный экологический мониторинг. Экологический мониторинг показал, что две скважины немного подтравливали. Мы провели и завершили успешно ремонт этих двух скважин. И на сегодняшний момент мониторинг показывает, что подтравливания газа нет. Второе, что мы сделали в ходе вот этих ремонтных работ. Мы взяли пробу газа, провели полный спектральный анализ в лабораториях Усинска, Ухты, Санкт-Петербурга и Москвы, где подтвердили состав. Мы не нашли при анализе газа, не нашли никаких радиопоследствий того решения 80-х годов. Ну так, для справки, 25 лет срок распада того примененного ядерного взрыва. Но еще раз, пугаться не надо. Сегодня 21 год, 2005 год был 16 лет назад. Безусловно, учитывая вот эти, оценивая все риски, мы и подготовили проект с теми решениями, которые позволяют нам избежать эти, скажем так, несанкционированные аварии. Естественно, мы на это сейчас нацелены и экспертов привлекаем, включая экспертов международного класса. Многих местных жителей пугают и само понятие метанол. Расскажите, насколько он опасен? Знаете, я когда рассказывал о проекте на территории Ненинского округа, говорю, метанол вокруг нас. Мы одеты в элементы метанола. Мы сидим на метаноле. Дело в том, что метанол — это полуфабрикат. Это способ транспортировки газа. То есть, если так простыми словами, происходит сперва синтез газа, изменение молекулы, а потом идет синтез метанола. И, по сути дела, метанол — это газ плюс вода. То есть, это жидкость, это спирт. Говоря о том, что он опасен, вы знаете, если выпить стакан нефти сырой, то это тоже очень опасно. И много других химических продуктов, которые просто нельзя пить. Поэтому здесь мы не видим каких-то рисков. Если говорить о том, что если метанол попал на руку, на одежду, он нейтрализуется водой. То есть, он вступает в реакцию с водой, тем самым падает концентрация. То есть, он становится, по сути дела, менее концентрацией. То есть, если стакан метанола вылить в бочку, то никакой угрозы нет. Я думаю, что жители округа больше беспокоят разливы нефти, возможно. Потому что нефть, она тяжелая, она расползается, она впитывается в почву. То есть, здесь, мне кажется, метанол, скажем так, менее опасный с точки зрения воздействия на экологическую обстановку, безопасность. Если ответил. Вообще, в мире, в России, есть похожие проекты? Насколько они успешны, насколько безопасны? Хороший вопрос. Четыре компании лицензиара в мире, которые обладают технологией по производству метанола. Это компания английская, компания американская одна, швейцарская и немецкая. То есть, мы купили лицензию у французской компании «Арликвит», которая в свое время купила лицензию немецкой компании «Лурги». Так наша лицензия называется. Мегаметанол. То есть, метанол, производимый в больших количествах. По этой технологии реализованы сегодня в мире и работает уже за последние десятилетия порядка десяти заводов. Пять из них в Америке. Я надеюсь, вы понимаете и разделяете со мной мнение, что нормы безопасности и экологии в Америке достаточно высоки, там сопоставимы с российскими. Поэтому, с точки зрения технологического риска, мы его считаем невысоким, минимальным, я бы так сказал. Потому что, повторюсь, технология опробирована. Мы, по сути дела, строим брат-близнец. Естественно, специфика — это регион, это арктическая зона, это климатическое исполнение. То есть, эти все моменты мы учитываем при проектировании. Вы когда рассказывали про возможные варианты развития событий, рассказывали про то, что планируется дно углубительной работы в районе поселка Красное, чтобы построить там причал. Кто вообще этим будет заниматься? Прошел ли проект экологической экспертизы и насколько это безопасно? Ну, наверное, я скажу с того, начну с того, что, отвечая на ваш вопрос, что судоходный канал и так есть. Он от Наринмара, а возможно даже и выше по течению, до Печорской губы. Владелец этого судового канала сегодня Росморпорт. Это федеральное государственное агентство. Они каждый год проводят работы по дно углублению. То есть, они чистят его, чтобы соблюдать осадку, ну, то есть, глубину этого канала. Сегодняшняя глубина 5,5 метров. Для реализации нашего проекта нам необходима глубина 7,5-8 метров. То есть, по сути дела, это не глобальное дно углубления. И будет эти работы также проводить подрядчик, которого согласует Росморпорт. Естественно, это отдельный проект. Это отдельный подпроект нашего большого проекта. Он пройдет все экспертизы, общественное слушание, пройдет экологическую экспертизу, государственную экспертизу. По сути дела, беспокойство о том, что он, вот эти работы нарушит среду, ну, мне кажется, не настолько критично, потому что чем глубже канал, тем больше рыбы. Рыба всегда водится на глубине. Первое. Второе. Мы затрагиваем всего лишь 100 метров акватории реки. Вы знаете, что ширина ее до двух с лишним километров местами, а может быть, даже и больше. Поэтому это вот как раз, где будут ходить корабли, сюда. Останется ли там рыба? Это главный вопрос, который интересует жителей, в том числе поселка Красная Ноевча. Потому что, мне кажется, главное беспокойство вызвано как раз таки тем, что Кумжина находится в дельте реки Печоры, и, соответственно, больше всего вопросов возникает как раз таки, а безопасно ли это производство, и не повредит ли оно экосистемам, экологии в районе нашей, так скажем, кормилицы. Рыба останется. Я сам люблю ловить рыбу. Кстати, когда был в регионе, очень понравилась действительно семга и оленина. Вот. Мы будем делать работы профессионально специализированной организацией, которая, естественно, при проведении дноугубительных работ, если, опять же, проект состоится, я постоянно буду говорить если, потому что решение не принято, они будут производить со всеми мерами там безопасности. Второе, и это прописано в федеральном законодательстве, предусмотрены меры, компенсирующие, компенсационные меры при проведении данных работ. В частности, это выпуск мальков. Ну и, конечно, местных жителей интересует как вопрос с рабочими местами. Какие специальности потребуются, и как вы будете готовить рабочие местные кадры для работы на предприятии? Спасибо за вопрос. Он действительно очень актуальный, острый сегодня в стране в целом. Действительно, недостаток ресурсов трудовых, недостаток рабочих специальностей. Но во время поездки мы уже предусмотрели встречу с руководством профессионального технического училища в Наринмаре, где как раз обсудили возможности. Для начала мы поняли, каким специальностям сегодня происходит обучение. То есть, нас будет интересовать порядка тысячи рабочих мест, что создает само предприятие. Нас будут интересовать операторы технологических установок, энергетики, механики, слесари, специалисты по водоподготовке. Ну и, скажем так, большой спектр еще специальностей, которые будут необходимы. Мы обсудили возможность размещения в учебных заведениях округа программ учебных, которые позволят нам подготовить кадры уже под нашу конкретную технологию, под наши потребности. Это важно. Мы эту работу начали, будем ее продолжать. Мне кажется, еще очень важный момент, что тысяча рабочих мест на предприятии создает порядка еще четырех тысяч дополнительных рабочих мест по обслуживанию этого предприятия. То есть, здесь, безусловно, очень важна тема малого-среднего бизнеса. То есть, мы планируем покупать услуги у малого-среднего бизнеса. Позволю себе уточняющий вопрос. Как-то можете гарантировать трудоустройство, потому что много у нас заходило и нефтеперерабатывающих, и нефтедобывающих компаний, которые тоже говорили про рабочие места для местного населения, но по факту это сейчас выглядит так, что у нас просто самолетами привозят вахтовиков, и местное население там процент, может быть, ну 10 процентов это в лучшем случае, а все остальные это привозные. Вы как-то можете гарантировать, что именно наши будут трудоустроены? Если мы действительно сможем совместно в округе подготовить качественных специалистов, если специалисты действительно хотят учиться, переучиваться, то есть мы обсуждали и переквалификацию, не только молодые специалисты, но и те, которые уже получили образование, если молодежь готова, если даже среднего возраста специалисты готовы переучиться под наши программы, тогда мы, конечно, будем использовать. Главное неравнодушие, понимаете, под лежачий камень вода не притечет, поэтому если совпадет общность интересов и понимание цели, я думаю, что мы в состоянии решить эти вопросы. Алексей Сергеевич, спасибо большое, что нашли время в вашем плотном графике наверняка и ответили на вопрос, потому что действительно это было очень важно. Жители мненияского округа, я думаю, будет интересно послушать его и здорово, что вы, конечно, открыты для сотрудничества, надеемся, что и в дальнейшем получится оперативно получать ответы на какие-то возникающие вопросы. Я по жизни оптимист, поэтому если веришь в то, что делаешь, всегда получится. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»